Пешеходных переходов у школы номер 7 в Рязани три. Каждый из них оборудован соответствующими дорожными знаками и светофорами типа Т7. Вот только люди продолжают нарушать правила дорожного движения. Выходов из школы несколько, однако самой большой популярностью пользуются эти самые ворота. Справа и слева от них пешеходные переходы, однако некоторые дети перебегают дорогу прямо тут, в неположенном месте. За три года с 2015 по 2018 около школы номер 7, то есть на улицах Никола Дворянской и Ленина, произошло 7 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Травмы получили 7 человек. Это статистика, которую приводят специалисты Общероссийского народного фронта. Они проанализировали количество ДТП с участием пешеходов в радиусе 100 метров от учебного заведения, рассматривали все школы в России. В этом антирейтинге первое место заняла Рязань. Всего 19 мест, однако самих позиций больше 200. Так получилось из-за одинакового количества ДТП в разных регионах. Например, на втором месте расположилось две школы, а на последнем, 19-м, 140. Рязань с его показателем 7 ДТП, к сожалению, безоговорочный лидер. Кстати, в рейтинге региональной школы появляются 8 раз. Сотрудники госавтоинспекции рассказали, что они постоянно проводят работу со школьниками. На регулярной основе инспекторы ГИБДД проводят в школах профилактические мероприятия, такие как родительские собрания, детские уроки безопасности и прочие мероприятия, направленные на обучение детей. Стоит отметить, что оцениваются не сами школы, а количество ДТП вокруг них. То есть участниками происшествий становятся как ученики ближайших учебных заведений, так и обычные пешеходы. Сейчас на кадрах улица Менигали-Губайдулина в городе Уфа Республики Башкортостан. Этот переход занял последнее место в рейтинге. За три года здесь произошел только один наезд на пешехода. Местные представители ОНФ рассказали, как подошли к вопросу безопасности переходов. Мы подошли к этому вопросу системно. Несколько лет назад совместно с администрацией города мы выезжали в рейды по Уфе и оценивали ситуацию, насколько все-таки безопасны пешеходные переходы вблизи школ и детских садов. Помимо экспертов ОНФ, которые ратуют за то, чтобы сделать пешеходные переходы в городе безопасными, профилактическую беседу со школьниками проводят и сотрудники госавтоинспекции. Еженедельные классные часы, на которых ребятам напоминают основные правила дорожного движения. Однако, как считают уфимские сотрудники, это важно знать не только детям. Тут, наверное, надо еще и спросить с родителей, чтобы и мамы, и папы тоже доводили своим детям о надобности, о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Перед тем, как ребенок выходит из дома в школу, ну пусть даже он будет и взрослый, там 15, 14, 13 лет, обязательно надо напомнить подростку. И в свою очередь родителям тоже надо соблюдать правила дорожного движения, показывать им пример. Эксперты утверждают, что работу с детьми следует проводить в нескольких направлениях. Ученикам в школах основные правила дорожного движения напоминают преподаватели, а дома – родители. Притом, важно делать это с юных лет, как и рязанские мамы. Конечно, да, он уже знает светофор для пешехода, что зеленый – это надо переходить, красный – стоять. Я говорю, что нужно обязательно переходить на зеленого человечка. Мы всегда стоим и ждем, мы на красный не ходим. Надо переходить только по регулируемым светофорам, пешеходным переходам, смотреть по сторонам. Произошло ли в радиусе 100 метров от учебного заведения одно ДТП или семь – не столь важно. Печален сам факт – человек получил травмы. Притом, в рейтинге ОНФ есть немало случаев, где такое ДТП заканчивалось смертью. Вопрос скорее обстоит так, кто на самом деле виновник таких аварий – водитель, который не увидел дорожные знаки, светофоры и разметку, или пешеход, который не убедился в безопасности перехода. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Наталья Ярина, Эдуард Якушев, телекомпания «Город» совместно с телекомпанией «Вся Уфа».